Я бы не хотел, чтобы долги росли быстрыми темпами. Я не против увеличения долга, но не хотел бы его скоростного роста. Потому что если долг растет в процентном отношении к ВВП, то это приводит в движение очень много вещей. Госдолг Соединенных Штатов Америки в Рунете обсуждается порой даже чаще, чем на Западе. Ведь на самом деле, если посмотреть на его стремительный рост за последние 30 лет, то можно увидеть как увеличение общего национального долга, так и увеличение соотношения ВВП США к этому долгу. В этом видео Уоррен Баффет 1995 года рассуждает на тему увеличения госдолга и рассматривает страну как одну большую компанию. С ее активами и обязательствами. К слову, Баффет упоминает, что через 20 лет госдолг вырастет в два раза, то есть речь о 2015, и он попал прямо в точку. Еще 10 лет спустя долг утраивается, а соотношение к ВВП достигает более критического уровня. Повлияет ли это на будущее экономики Соединенных Штатов, покажет время. А пока давайте попробуем разобраться в этом вопросе вместе с Чарли Мангером и Уорреном Баффетом. Бенджамин Грэм очень часто говорит о том, что задача разумного инвестора в первую очередь сохранить, а потом уже приумножить. Поэтому при выборе инвестиционных инструментов необходимо также смотреть в сторону расширения диверсификации по классам активов. Можно иметь капитал, вложенный в недвижимость, в акции, облигации и депозиты, а также бизнес. Но не стоит забывать о самом древнем и проверенном способе вложений, который позволяет пронести покупательную способность ваших денег через многие годы. Речь идет о драгоценных металлах, среди которых самым популярным является, конечно же, золото. Тем не менее серебро, платина и палладий не отстают от него. Простой вариант вложиться в драгметаллы – это металлический счет в Сбере. Он автоматически открывается при покупке в приложении Сбербанк Онлайн и позволяет не задумываться о хранении металла. Введение счета бесплатно. Металлический счет – это банковский счет, на который зачисляются не рубли, а драгоценные металлы в граммах. Безусловным плюсом является то, что драгоценный металл можно купить или продать банку в любой момент. В Сбербанк Онлайн до 5 октября каждую среду с 3 часов ночи до 7 часов вечера по московскому времени действуют специальные цены на драгоценные металлы. Минимальное количество металла для покупки – 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платина и палладия. Более подробную информацию вы можете найти по ссылке в описании к этому ролику. Здравствуйте, мистер Баффет. Я Рэндалл Бэллоус из Чикаго. У меня два вопроса, и я надеюсь, вы на них ответите. Если вы посмотрите на баланс Соединенных Штатов Америки, скажите, так ли страшен государственный долг, каким он всем кажется? И, во-вторых, с точки зрения перераспределения капитала, если Кока-Кола – это такая замечательная инвестиция, которая приносит такой большой доход, почему бы не перераспределить часть капитала в покупку дополнительных акций Кока-Колы? Спасибо. Первый вопрос о балансе США. А это наш национальный долг. Сейчас он примерно 60% с копейками от нашего ВВП. Ты еще забыл учесть недофинансированные пенсии? Да, да. И это еще с претензией на доходы будущих граждан, что, кстати, также является активом. Эта цифра, я думаю, что в конце Второй мировой войны она могла быть, я даже помню, что она составляла тогда не меньше, чем 125%, а может быть даже и 150% от ВВП того времени. Процентная ставка по этому долгу была гораздо ниже. По многим из них это были всего 2,9%, потому что именно столько платили по сберегательным облигациям. И этот уровень долга, который я не поддерживаю по отношению к ВВП, оказался вполне устойчивым. И, собственно говоря, он снижался год за годом в течение длительного времени, пока в начале 80-х годов он не начал расти снова. И сейчас, за последние несколько лет, отношение долга к ВВП несколько снизилось. И существует множество вариантов измерений того, какое количество долга является слишком большим, а какое нет. Но я думаю, что если бы мне пришлось рассматривать одну единственную статистику, то я бы обратил внимание на одно соотношение. И здесь я имею в виду соотношение долга и доходов на одного человека. И тогда возникает вопрос о стабильности доходов и о том, кому они причитаются. Но я не думаю, что уровень долга по отношению к экономике превышает что-то, что могло бы вас сегодня напугать. Мне нравится идея, что с течением времени он будет немного снижаться, а не расти. Но если он и будет продолжать расти, то это может стать неудобным, хотя, если так подумать, то в Италии он уже близок к 150%. А если у вас появляется цифра в 150%, а имеющиеся процентные ставки в 8%, и вы говорите о 12% росте ВВП, то, по сути, ВВП покрывает все проценты. Если составить балансовый отчет страны, то получится довольно интересная картина. Потому что на стороне чистого долга у вас будет 4 миллиарда, а на стороне обязательств, как упоминает Чарли, также будет много пенсионных обязательств. Но не забывайте о том, что у вас будет много активов. К примеру, у вас есть 35% доля прибыли во всех американских корпорациях. Я имею в виду, что правительство имеет 35% налоговую ставку и действительно владеет 35% любого американского бизнеса. И да, оно владеет значительной частью биржа Хэтуэй. Мы выписываем им чеки каждый год. Другими словами, мы платим налоги за вас. Да, верно, Чарли. Давайте я задам вам вопрос. Какую сумму вы бы заплатили, чтобы иметь право сегодня получить все будущие корпоративные налоговые выплаты, сделанные всеми компаниями в Соединенных Штатах? Дисконтированная стоимость того, что вы заплатите, это очень и очень большое число. Чтобы вы заплатили за право получать процент от дохода каждого человека, зарабатывающего в США больше, чем X, а также за право изменять свою процентную ставку по ходу дела. Я думаю, это будет очень и очень высокая цифра. У вас есть очень большой актив и очень большие обязательства. Но страна очень платежеспособна, и я бы не хотел, чтобы эта цифра росла. Я бы не хотел, чтобы долги росли быстрыми темпами. Я не против увеличения долга, но не хотел бы его скоростного роста. Потому что если долг растет в процентном отношении к ВВП, то это приводит в движение очень много вещей. Но если вы мне скажете, что через 20 лет государственный долг будет составлять 10 триллионов долларов, но при этом он будет составлять тот же процент от ВВП, насторожит ли это меня? Ни в коем случае. Я имею в виду, что я ожидаю увидеть увеличение. И я думаю, что есть некоторые аргументы, почему даже может быть целесообразно, чтобы долг увеличивался. Но я не думаю, что это хорошая идея, чтобы он занимал все больше и больше от вашего дохода, потому что это говорит о многих других вещах в движении. Чарли? Что ж, в целом, я думаю, что вы правы в том, что не все так плохо. И в той мере, в какое-то плохо, великая нация с капиталистической экономикой выдержит довольно много оскорблений с политической стороны. Это чертовски хорошо. Я не думаю, что мы должны сильно унывать, если есть что-то, что действительно сделает страну, и это будет то, что я называю эффектом серпико, когда вы начинаете вознаграждать, но не хотите больше. И это просто все растет, растет, растет. Но я не думаю, что это обязательно плохой финансовый результат. В Бёркше на данный момент есть обязательства в районе 700 или 800 миллионов долларов. Но у нас есть свободные 3 миллиарда. И знаете, некоторые эти цифры показались бы мне очень большими 25 лет назад. И тем не менее, мы являемся одной из самых консервативно финансируемых компаний, которые вы найдете. Через 10 лет мы сможем занять еще больше денег, но, возможно, это будет в еще гораздо меньшем процентном соотношении. Я имею в виду, что нельзя говорить об уровне долга, не имея в виду способность выплачивать долг. И эта страна сейчас, вероятно, находится в лучшей финансовой форме, чем в 1947 году. В Бёркше на данный момент В Бёркше на данный момент